Дежурный час рвается. Новосадовного вокзала. Ваша фамилия. Ожидается приедет. Телефоны в дежурной части полиции не замолкают ни на минуту. Операторы принимают около 800 звонков в сутки. Именно отсюда начинается экскурсия для самарских студентов. Молодым людям рассказывают, что входит в работу дежурных. Основная задача дежурной части – это своевременное направление наряда к месту совершения преступления, либо какого-то происшествия. В дежурную часть управления поступают звонки по линии 02, либо по линии 112 Единой диспетчерской службы. На верхнем мониторе мы можем видеть сейчас у нас расположен парк Щерса. То есть с нескольких ракурсов мы можем рассмотреть, что в данный момент там происходит. Этажом выше ситуационный центр «Безопасный город». Здесь, в режиме онлайн, полицейские видят все, что происходит в местах массового пребывания жителей. 168 камер установлены в парках, на перекрестках и даже в торговых центрах города. Записи с них хранятся около 20 дней. На этот экран выведены 9 камер. Улица Некрасовская, Ярмарочная, Куйбышева. Все они так называемые купольные и могут крутиться вокруг своей оси. Ну, к примеру, выбираем улицу Старозагора. Вот, здесь видно все, и дома, и дороги, и даже парки. С помощью вот этого джойстика поворачиваем камеру, куда нам нужно. Вот, например, вот сюда. Технология позволяет даже приблизить, чтобы разглядеть номер машины. Данные видеокамеры, да, очень часто способствуют раскрытию действительно преступлений, потому что по ним можно бывает, что отследить действительно место отхода преступника. Либо, например, если преступление было совершено, и мы знаем, что скрылись, например, на автотранспорте, мы также можем отследить. Сегодня в Самаре в полиции работают почти 4,5 тысячи человек, но этого недостаточно. Требуется набрать еще около сотни сотрудников. Чтобы привлечь молодежь на службу, полицейские уже пятый год подряд проводят акцию «Студенческий десант». Молодым людям рассказывают об особенностях работы в органах. Некоторые уже задумываются о том, чтобы встать на стражи порядка. Как один из вариантов, да, рассматриваю. Просто интересно было узнать специфику работы и как выглядит работа изнутри, пообщаться с людьми, которые занимаются непосредственно этой деятельностью и построить для себя какую-то картину на будущее. Очень остро стоит вопрос по комплектованию. То есть каждая единица у нас на счету, каждый человек, который приходит в органы внутренних дел, не остается без внимания. То есть и требуется большой приток кадров в настоящее время. То есть ни одна единица у нас не должна пустовать. Но в испеченном стражам порядка обещают дополнительные выплаты, премии и социальные гарантии. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.